Как дела, друзья? Добро пожаловать на канал, меня зовут Кевин Свенсон. И сегодня, воскресенье, 10 ноября, а биткоин торгуется над 80 тысячами. Мы перебили 80. Сейчас мы на 79 500. Последний раз, когда я выпускал видео на этом канале, биткоин едва пересек 75к. Так что у нас дела идут совершенно клево. Если, ребята, вы помните, то много раз на этом канале видео я говорил, что все, что нам нужно, это одна хорошая недельная свеча, которая изменит все. Это то, что мы с вами сейчас и наблюдаем. То, что я и имел в виду. Многие люди считали, что когда я это говорил, я был безумен. Давайте посмотрим. Ведь по текущим ценам мы всего лишь в 12%, всего лишь в 12% от исторического максимума. Чтобы вам дать понимание, биткоин вырос на 5% лишь за сегодня. А мы в 12% от АТАЖ. Так что вещи могут поменяться очень быстро. Мы можем туда добраться за один день. За неделю. Все, что нам нужно, это одна хорошая недельная свеча. И мы за АТАЖ. И вот, пожалуйста. Эта недельная свеча поменяла вообще все для биткоин-цикла и для этого тренда. Но не все. Это не поменяло параболу, а лишь продолжило ее. То есть наш параболический тренд продолжился. И многие не ожидали 80 тысяч. Если на прошлой неделе вы бы спросили, до какой цены биткоин дорастет в следующее воскресенье. И кто-то бы сказал 80 тысяч, что это был бы звездный мальчик. Но это именно то, что биткоин и любит делать. Когда он пробивает исторический максимум и начинает устремляться над ним, обычно образуются многие растущие недели. Значит ли, что мы и сейчас увидим много подряд идущих вверх свечей? Нет, не обязательно. На рынке сейчас есть множество разных игроков. Имеются замороченные деньги с Уолл-стрит, которые, вероятно, хотят поиграться с рынком. Немного заработать, возможно, нас расколбасит. А затем мы снова начнем расти. Так что всегда ожидайте влатильность. Но удивлюсь ли я, увидев очередную зеленую недельную свечу биткоина? Нет. Меня это также не удивит, но я готов ко всему. Но, очевидно, ребята, вы знаете, что на рынок я смотрю очень сильно по бычьи. Мы обсуждаем с вами этот параболический тренд с начала 2023-го. И он работает, а база 4, расширяющегося нисходящего клина, которую мы также множество раз обсуждали, и которая расположилась между 91 и 92 тысячами, что и сформирует базу 4, перед тем, как мы с вами сделаем забег в направлении вершины параболы. Это будет не обязательно вершиной цикла, а будет, по крайней мере, вершиной этого тренда, этого параболического тренда, который достигнет вершины где-то примерно на 124, согласно данным учебника, и что соответствует удвоению базы 3. То есть 62 на 2 равняется 124. Если биткоин сможет эту отметку достичь в начале 2025-го, то я считаю, что внутри цикла мы пойдем еще выше. Для меня следующей целью станет 142 тысячи. Так что если биткоин сохранит этот импульс, возможно, мы достигнем 124 тысячи быстрее, чем многие думают. За последние год-два мы видели значительное движение биткоина в боковике. Но когда биткоин проводит слишком много времени в боковике, то, возможно, мы не достигнем цели более высокой, чем цель параболического тренда. Поэтому может быть, что 124 станет вершиной цикла, ведь все будет зависеть от скорости достижения этой цели. Так что посмотрим. Но говоря о короткосроке, биткоин показал нам действительно замечательную неделю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть подряд с последней итоговой, замечательной зеленой памповой свечкой, отправляющей нас к концу недели. И будучи моими частыми гостями, вы знаете, что я очень много уделяю внимания разговору о о возможном шортсквизе, загнанной в ловушку ликвидности. Ведь цена биткоина в последнее время только растет, а быки сохраняют контроль над рынком с начала 2023-го. И импульс также продолжал расти с начала 2023-го, на более крупном таймскейле. Каждое падение давало возможность купить, быки сохраняли контроль. А на прошлой неделе у нас образовалась большая свеча с непробитием. Если мы с вами посмотрим на 20-недельное EMA, это желтая линия, она растет, она сейчас составляет примерно угол в 45 градусов, что значит, на недельном графике мы с вами набрали достаточный импульс. EMA смотрит вверх, импульс смотрит вверх. На последней неделе у нас получилось большое непреодоление, и мы преодолели верх фитиля этого предыдущего облома. В итоге в этом фитиле осталось большое количество коротких позиций, которые могут испытать сквиз. И целью, которая является сравнением фитиля к фитилю с коэффициентом 1.45, говорят нам, что цели мы пока не достигли, но очень близки к ее достижению. Если вы торгуете этот сетап, вероятно, вы уже поднимаете ваши стопы на полпути вверх. Типа того. Ближе к этой зоне прибыли. И в теории вот это пробитие, если анонс приведет к сквизу краткосрочной ликвидности, то можно забросить нас на 82.700. Что это значит? А это значит, что биткоин может немного откатиться, а затем отскочить на более высокий верх. После чего снова отскочить, уйти на ретест гораздо более низких уровней, чем вы ожидаете, а потом продолжать рост. Вот так обычно и отрабатывает параболический тренд. С огромной и разрушительной волатильностью, провалами туда, где вы не ожидаете оказаться, краткосрочная цена может сильно съехать вниз. Затем достигнуть восходящий верх, после чего смыть всех с рынка, а затем устремиться вверх. Такой движухи вам следует ждать по пути параболического тренда. Вот как все работает. Но, глядя на недельный график, MACD сохраняет положительный импульс. Импульс на недельном MACD направлен вверх. А пробитие недельного RSI, которое мы с вами обсуждали пару месяцев назад, очевидно, также отыграли. Мы преломили даунтренд недельного RSI, и теперь, скорее всего, мы будем направляться в общем только вверх. В будущие 6, а может быть даже и 12 месяцев. Вот такие дела. Так что недельный MACD и RSI выглядят отлично. Дневной MACD также говорит, что быки продолжают сохранять импульс. И даже дневной RSI теперь оказался в зоне перекупленности. Да, многие люди в значительной степени неправильно интерпретируют RSI и то, как биткоин реагирует на его перекупленность. Биткоин, заходя в зону перекупленности, не обязательно является плохим признаком. Слово «перекупленность» может заводить в тупик. Но если мы с вами обратимся к истории и посмотрим вот на этот забег, когда были одобрены ETF, мы откатились, а затем продолжили забег, когда для биткоина дневной RSI вошел в зону перекупленности, прямо здесь. Это стало началом. Мы были на 46, а зашли выше 74, после того, как зона перекупленности образовалась. Поэтому тренд в зоне перекупленности зачастую выступает сигналом того, что мы пойдем гораздо выше. В октябре у нас была зона перекупленности. И после входа в эту зону цена ушла с 28 тысяч, прямиком в 49. Что ж, но когда рынки в боковике, зона перекупленности, в общем, является зоной для осторожности. Если мы в боковике и образуется перекупленность, будьте внимательны. Но перекупленность на дневке не всегда является плохим признаком. Ведь во время направленного вверх рынка это может быть только началом забега. Естественно, здесь нет никаких гарантий. Биткоин может достигнуть цели шорт-сквиза, запертой в ловушку ликвидности, показав нам волатильное движение, а затем продолжив движение после достижения немного более высоких уровней, или более низких. Но в целом, даже волатильность будет продолжать тренд. В данный момент от биткоина я ожидаю такого расклада. И я считаю маловероятным, что биткоин уйдет на тест ниже уровня предыдущего исторического максимума. В данный момент я не считаю, что рынок позволит кому-либо еще использовать такие скидки. Ведь сейчас в рынке присутствует значительная уверенность во фондовых рынках, да и в крипто с учетом Трампа, вступающего в должность. Так что я сомневаюсь, что рынки дадут замечательный красивый спад людям, чтобы закупиться ниже предыдущего исторического максимума, в 69. Я думаю, маленькая вероятность того, что мы пойдем ниже. Понимаю, что заявление серьезное, но я не думаю, что мы опустимся ниже на какое-то продолжительное время. И если с вами мы посмотрим на MACD, то когда образуется пересечение, то на недельном графике это длится довольно долго, несколько месяцев. И именно это сейчас и образуется. Поэтому, скорее всего, биткоин продолжит свой тренд и зафиксирует нам структуру параболического роста. Но не забывайте, что параболы двигаются быстрее, чем вы ждете, и они образуют гораздо более крупные обвалы между забегами, нежели ждете вы. Люди не считают, что сегодня мы с вами достигнем 82. Но я готов спорить, что как только мы увидим некоторую коррекцию, цена биткоина может уйти выше сначала. Но как только мы с вами переживем коррекцию с более высокого уровня, люди не будут ждать движений, похожих на это. Параболические тренды обычно разворачиваются таким образом, что показывают нам абсолютно безумную владельность. Так что, на мой взгляд, направление указывает нам на рост, несмотря на все эти разговоры о краткосрочных шумах. Я по рынку оставляю бычьи взгляды, я думаю. Мы с вами достигнем 90-91 тысячу ближе к концу года. После чего мы с вами обсудим более высокие цели, о которых я сказал в начале. И если, друзья, вы хотите больше информации о том, что происходит в рынках, больше аналитики, больше новостей, с объяснениями происходящих событий и их влияния на будущее, то я буду безгранично рад вашей подписке на канал Крипто Комманс и их лучших друзей Бла Бла Крипто. Ребята изо всех сил стараются делать годный контент, а также переводить самых лучших блогеров. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok